отнимают прямо вот изо рта холодненькая она не лизнула его она весь кусок забрала у тебя да она холодная макс макс только выпустили его а у нас сегодня будут копать траншею короче они сказали завтра приедем неделю назад и пропали на неделю вчера появились ночью мои понравилось бумага губа не рада дорого стоит всего а мы те сейчас вчерашние мы вчера ездили в ставрополь по дороге покупали пирожки с курицей вот сейчас дадим смотри толкает меня да еще губа не дура а мы прочитали что поросятам очень хорошо давать пиво я думаю дорого пилота свиней пилом-то кормить поить сами пилот не пьем но только если прям вот жарко совсем но вообще ради эксперимента можно попробовать говорят они на этом пиве хорошо набирают вес ну типа дрожжи там все такое надо попробовать как-нибудь проекспериментировать друзья мы с маргаритой вас приветствуем на канале хутор стуканов краснодарский край вот они нашего блоки которые я пилил это не армопояс это перемычки над дверью и окном выглядит это вот так сейчас мы положили арматуру и вот эту перемычку мы решили прямо завязать сюда поворота здесь никакие арматуры не делали но потому что это еще не армопояс это просто перемычка короче сейчас мы ливанем мы не подкладывали сюда она у нас лежит снизу но мы сделаем как как и там делали мы сейчас ливанем 3 ведра приподнимем ее этот бетон пройдет туда это ляжет уже на бетон не на не на блок она бетон будет повыше ну как положено и будем заливать это тоже потом приподнимем зальем на сегодня вот такая работа долго вязали долго нарезали делали вот эти квадраты и сегодня выложили последний ряд у нас по последней по задней стенке идет и по той стенке и завтра это все будет отстаиваться послезавтра будем уже можно будет здесь класть последний ряд ну хорошим работникам хороший сервис молочный коктейль маргарита на забабахала аж ягодки как лед хрустят сейчас жарко его там мороженое молоко и клубника и банан и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бетончик. Бетон пошел. Копченый уже полфлакона пива сорсал. С той стороны через эти решетки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И можно прямо в еду выпить. Ух ты, как пивот, хорошо пошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы пока строили, Маргарита Далай там с бутылки со стеклянной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только отошла, смотри, биск такой стоит, поросечный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, пивот, да? Лечерком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пивот в жару хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А этот тоже чмокает. Смотри на белого. Сосал. Все, смотри, корченый. Ничего не осталось, пена одна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо им воду поменять, кстати. Они грязными рылами лезут, да? Сейчас. Вчера читал комментарии, пишут, купите у Блокин, типа, а не легче было купить у Блокин. Купить легче, но стоят они в два раза дороже. То есть, если вот такой Блок один стоит около 300 рублей, тот будет стоить в два раза дороже. А их надо много. По деньгам это ощутимо. Это первое. Второе. Я разговаривал, я хотел купить. Ну, человек, у которого я беру, сказал, что у него никто никогда их не покупает. И не покупал. Все пилят, сами обходятся. Ну, это под заказ, там долго ждать. Только под заказ. На заводе их также пилят ручками. Вот этот Блок с Гулькевичей, он говорит, там, говорит, не точно, но, по-моему, там тоже пилят руками. То есть, кого-то нанимают, и кто-то пилит. Плюс, вот эти блоки-то приходят, там весь нижний ряд колотый. Ну, вот так вот, на дороге поддон трясется, и на самом полете, получается, что играет, и много очень колотых, особенно по нашей дороге, по неасфальтированной, пока довезут. То вот эти, которые будут вырезаны, они вообще, я не знаю, что там придет, за что платить деньги. Ну, то есть, это никому не выгодно. Поэтому, Маргарита говорит, мне тебя жалко стало. Давай мы все-таки купим вот эту штуку, электропилу. Самую дешманскую нашли. Нашли одну из самых дешевых, с небольшой шиной 35-й. Вот, но мы же что ездили в Ставрополь? Она посмотрела в Леруа. Короче, есть и цепи с победитовыми напайками, и пилы. Ну, мы такие на радостях. Тут все объездили удобную станицу, отрадную станицу. Нету, думаю, в Невинку поехать. Думаю, ну, Невинка там небольшой, все-таки в Ставрополь побольше. Увидели там, в интернет-магазине в Леруа. То есть, онлайн-заказ тоже надо заказывать. И ждать несколько дней. Да. Короче, поехали. Проехали туда 120 мм. Увидели, что, ну, пилы-то они и здесь есть. Везде. А вот именно цепь. Вот сейчас подойди, покажи. Вот победитовые напайки. Вот они, вот кусочек. Вот это победит. Вот это обычное, да? А вот они на эти напайки. Вот. Фокусируется? Вроде да. Сейчас поближе попробую. Вот она более темная. Не, вот так видно. Да. Вот. И, короче, нету там. В общем, поехали там в Ставрополь. Еще есть магазин какой-то. Мастер-инструмент. Всякой приблуды полно. Ну, вообще, я там зашел, я заблудился там. Среди всяких дисков, сверел там полно. Вот такой цепи нету. В общем, на маркетплейсах заказали это и это. Нам пришло за два дня. Сейчас буду пробовать. Да, еще там специалисты тебе советуют напилить вот такие пластины и склеить из них у блок. Это да, это хорошее. Ну, это когда блок у тебя там 375 или 400. Ну, хотя бы 300. Не знаю. А на 25 что тут приклеивают? Во-первых, срезать надо пятерку. Вот это где-то 4, там может быть и 3, да? Срезать надо минимум пятерку, чтобы ставить потом на пену клей. Клеить уже на армопояс, да? Или там на перемычке. Клеящую на ребро. Здесь уже там доски идут, тут арматура. Но он слишком тонкий для этих дел. Если пятерку сюда на этот отрезать, ну, что тут остается? Практически ничего. Ну, короче, мы нашли вот такой способ. Меньше из всех зол. Да, цепь я, наверное, надо будет еще ослабить. Потому что когда, ну, я смотрел же это тоже видео, люди. Короче, вот эта цепь у них вообще вот так болтается. Потому что когда с этой, с пылью идет, со стружкой, то она как бы натягивается. Да, и пила слабенькая, кстати. Ну, полтора киловатта. Ну, сейчас Алик попробует. Буду макать в масло. Потому что все-таки это цемент известь. И короткий шнур у нее. А вот эта, я скажу так. У копченого хвост длиннее, чем вот эта. Вообще не понимаю. Блин, ну сделай ты полтора метра хотя бы. В идеале два. Я уж не говорю, что как у Макиды три. Ну, хотя бы там вот, чтобы вот этот удлинитель не болтался. Попробуем. Мне надо 12 блоков. Если будет резать хорошо, то надо было раньше, конечно, вот этим заняться. В самом начале стройки приобрести. И блоки резать не вот этой, а вот этой. Ну, учимся на своих ошибках, как говорится. Да. А вот, конечно, все хочется сэкономить. Ну, получается, в итоге, что лучше не экономить в каких-то вопросах. Да? Сейчас, если бы вот в магазине, ну, там, где я беру, были бы у блоки, в самом начале я бы их точно купил бы. Но их нету. Просто нету. Ну, пробуем. Что, это первый мой... Сюда я масло тоже наливал. Сейчас прикинь, не дай бог она сломается. Ну, ладно. Не, просто... Ну, у меня есть бензопила Макита, блин, но она двадцатку стоит. Куда я буду? Во-первых, у нее карбюратор сразу забьется этой пылью. Это хоть электро. Щетки там в запасе есть. Надо, конечно, было пленку, наверное, завернуть, часть мотора. Ладно. Пробую. Не знаю. Первый раз вот еще. Вот она прям муха. Ах, молодца. Что, прикольно? Блин, взял масло, моблил себя. Ну, смотри, ну, режет. Давай с той стороны. Я вообще не парюсь. Стою, просто отдыхаю. Ну, только надо держать, главное, ровно, чтобы было. Ну, мне это нравится. Особенно напополам пилить. Жиг и все. Ну, да. Сейчас я чуть-чуть это масло... Я уж говорю, надо было вот ту пилу ручную не покупать по газобетону. Я не могу больше перемешать. Способен. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... У меня не так много блоков в запасе, вы не о своих, не клиентские, а о своих. Я пошла к пчелам. Давай. А я сейчас пойду пчелкам пластинки положу, вот такие купила. Они тоже натуральные. Тимол, пихта, эфирное масло и все. Я им экопол уже клала. Юра сказал поменять пластинки тоже на травках, но другие немножечко. Вот сейчас пойду им воткну и посмотрю заодно, что у них там. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, что у нас с рассадой после града? Град был позавчера. Вчера был тоже сильный ливень, только без града. Но ливень такой же. У капуста вроде нормально. В перце, правда, погибло несколько кустов. Горький вроде нормально, более-менее. А вот сладкий. Вот сладкий. Вот что с ним стало. Наверное, всё уже. Ничто его не спасёт. Вот ещё. Вот такой. Ну, остальные вроде более-менее. А, ну вот ещё погибшая парочка кустиков. Вот этот. Помидоры тоже не очень. Не знаю, может, пойдут расти от корня. Ну, так кое-какие кустики, конечно, побила. Вот они все грязные. Такой силы был ливень, что аж листья все грязные. Ну, что-то да вырастет. Я по этому поводу сильно не переживаю. Главное, что не вся пропала. Несколько кустов – это не страшно. Вот. Ну, дождь – это, конечно, хорошо. С одной стороны. А с другой стороны и трава попёрла. Там, где её не было, уже попёрла. Картошку я окучила, которая февральская наша, экспериментальная. Вон, как выросла уже. Здесь огурцы. Мне писали, что надо сажать 6 мая. Ну, посажу 6 мая ещё. Проблем вообще никаких не вижу, потому что семян огурцов завались. Это я посадила на пробу. Посмотреть, как будут расти, если их посадить не 6 мая. Ну, так же мне писали, что посмотрите какого-то там блогера. Уже не помню какого. Он от травы избавляется. Он её выкапывает. А я, по-вашему, что делаю? Разве не выкапываю? Конечно, выкапываю. Сегодня на огород я не выходила вообще, потому что вискоса возили в ветеринарку. Опять попозже расскажу, что с ним, что нам врач сказал. Ну, вчера, правда, вот копала. Вот делопата стоит вот там. И вот за деревцом затем тоже копала, выкопывала траву. А сегодня не ногой. Вот только что зашла к вечеру. Ну, не знаю, пойду я сегодня на огород или нет. Мне надо ужин готовить. Хочу голубцы приготовить. А, ну и к пчёлам ещё ходила тоже. Так, подустала немножко. Это мой парник с помидорами. Вот я сеяла. Вот они взошли. Помидоры. А вон там, дальний край, там вообще не взошли. Вообще. Я думаю, это семена такие. А, ну вот тут в редке три штучки. И дальше, дальше, дальше вообще ничего нет. Ну, ладно. Не страшно. Это фацелия. Взошла пятнами как-то. Какая-то посохла. Вот семена валяются, видно. Ещё, которые вообще даже никак не проклюнулись. А какая-то прям вот так. Вот она вот так пятнами. И часть посохла. По какой причине, не знаю. Я перед дождём ещё накидала. Вот туда, ближе к картошке. Не знаю, взойдёт, не взойдёт. Надеюсь, что после таких дождей она взойдёт. Вот ещё картошка у нас растёт. Вот она. Ещё где-то видела. В общем, это с прошлого года, наверное. А, вот ещё картошка. Вот картошка. Вот картошка. Вот ещё картошка. И тут картошка. И вот она. И вот картошка. В общем, картошки полно. Можно было, наверное, и не сеять. Она самосевом у нас, которая остаётся. Видать, не всю выкопали в прошлый, позапрошлый год. Наверное, скорее всего, в прошлый. И вот. Ух ты. Вот сколько картошки. Так что, друзья, картошку можно сажать в зиму. Так же, как и помидоры можно сажать в зиму. Осенью. Я уронила как-то помидор. И на следующий год у меня прям куст целый взошёл. О, ещё сколько картошки. Ух ты. Вот. 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 И вот. И вот. Вот такие дела у нас с картошкой. Деревья у нас цветут, которые молоденькие мы в прошлом году сажали. Это яблонька. Там ещё что у нас? А персики сажали. Это тоже яблоня. Она не цветёт. Тут уже косить пора. Ну вот Алику некогда. Вообще некогда. Это вишня шпанка мы ещё сажали. Она отцвела. черешня. Тоже цвела. Вот сколько цветочков. Не знаю, будут ли завязи. И ещё вишня шпанка. Вот сколько цвета. Как-то пожухли цветки. Может, они так и должны быть? А может, после града. Ну вот такой у нас молодой сад ещё здесь. Возле пасеки. А вот это дерево засохло. По-моему. А может и нет. А хотя нет, почки есть. Но что-то как-то запоздало оно. Я уже не помню, что мы тут сажали. Будем смотреть по листьям. А это абрикос. Абрикосик. По листьям видно, что за дерево. Вот это засохло тоже почему-то. Но тут слепыш лазит. Может, корни повредил. Может, саженец не очень. Это персик. Он тоже вот здесь. Одна веточка засохла. Вторая веточка засохла. И третья. Надо его вот так вот отчекрыжить. Даже, наверное, вот так может быть. Потому что эта ветка сухая. Она не нужна. И там ещё два деревца. Вон оно. И вот это черешня. А вот это что у нас? А это яблоня. Вот. Я уже по листочкам различаю, где какое дерево. Сад я обработала. Мы показывали в прошлом видео, что у нас вишню жрут гусеницы какие-то, листья. И я обработала сад фуфаноном. Но я обработала только те деревья, которые отцвели. Вот это дерево я не обрабатывала. Потому что здесь цвет. И можно навредить пчёлкам, шмелям. Поэтому вот оно отцветёт. И я его тоже обработаю. Это от вредителей фуфанон. И айву я тоже не обрабатывала. Потому что она зацветает. Посмотрите, какая красота. Такие как свечечки, да? А как будет свисти красиво. Вон вискос идёт. Вискос. Иди. Иди, вискос. Иди сюда. Вискос. Иди. В общем, повезли мы его сегодня в ветеринарку в Отрадной. Нашу, куда мы всё время ездим. Они посмотрели. Он даже выкачал жидкости немного шприцем из опухоли этой. Сказал, что это отёк. Гематома. Вискос. Ну, по луку не ходи. В общем, лечение, которое нам назначили в Армавире, было неэффективным. Вот он сейчас на лапку наступает. Ему выписали травматин. Выписали ещё человеческое какое-то. Забыла, как называется лекарство. И обезболивающее выписали ему. И что ещё? Вискос тебе выписали, ты не помнишь? А, ещё и мазь. Траксивозин. Лапку мазать, сказали. Против шерсти втирать. А потом, говорит, скотчем замотайте, чтобы не слизывал. Скотчем этим малярным, бумажным. Вот. И сказал, через недельку привезти его. Бедный вискос. Сколько тебе кололи, ещё колоть. В общем, сегодня, который укол надо делать, ему сделали в ветклинике. А всё остальное будем сами делать. Да, вискарик? Киси моя. Вот шишка у него. Нету там ни гноя, ничего. Там вот он проколол, пошла кровь. Говорит, что это отёк у нас. Да, вискарик? Вискарик, бродяга. Вискос, что ты у меня тут разбрасываешь семена одуванчиков? А одуванчиковый кот. А где Люся? Снежок, где Люся? Где Люся? Люся. Люся. Выходи. Люся. Люсь, 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 Люсь. Оба. Вот она пришла, бандитка. Ужинает. Да, Люся, ужинаешь. Кусняшку ест. Люся похудела, говорят. Да. Похудела. Это же енот. Они на зиму жирок набирают. А потом его скидывают. Ну, естественно, она линяет. На лето она будет худеть. Это нормально. Цыплята вон бегают. Надо им свет включить. Зашли уже. Сейчас подрастут еще немного. И будем переселять их в курятник, где Джига жил. Сейчас пока они со светом, под лампой. Если холодно, то они под лампой греются. Ну, что ты, Снежок? Попрыгун. Альма охраняет. Кто там, Альма? Кто там? Тоже, конечно, не загорает на пляже. Но в два раза быстрее. И, может быть, не так аккуратно. Ручной пилой аккуратнее. Но на самом деле оно зальется внутри все. Ну, да. Бетоном и пофигу будет. Шесть штук вот за вечер. Так, не напрягаясь. С перекуром после каждой. А та почти целый день я делал шесть штук. Ну, это и ручной пилой. Нормально. Главное, каждый рез макать масло. Чтобы звездочка, где цепь, ну, постоянно была смазанная. У нас все, друзья. Спасибо, что были с нами. Пойду мыться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok